Даг Сависен, Норвегия, амбиции Кремля Минда Хольм, Даг Сависен, Норвегия 11 сентября 2019 года В последние годы много говорилось, что либеральный миропорядок переживает кризис Российская аннексия Крыма и война на Украине, рост Китая как сверхдержавы Избрание Трампа, Брексит и наступление национализма в Европе подорвали веру в то, что эпоха после Холодной войны будет стабильным и прогрессивным временем во все более либеральном мире Понятие либерального миропорядка всегда было несколько размытым Как правило, ссылается на комбинации международных организаций вроде ООН, ЕС, ВТО и общепринятых ценностей включающих демократию, свободу слова и права человека, а также свободную торговлю и рыночную экономику Таким образом тут есть как международный компонент, который воплощается в организациях, так и внутриполитический аспект, который связан с правилами правления Во время Холодной войны эти два измерения разделялись более четко Декларации, связанные, например, с правами человека или суверенитетом государств, а также, если хотите, правилами управления государством, становились предпосылкой для международного сотрудничества И США, и Советский Союз нарушали суверенитет других стран, вмешиваясь в их управление, но принцип суверенности был официально определен После распада Советского Союза широко распространилось мнение, что из всех больших идеологий ХХ века, фашизма, коммунизма и либерализма, победил только либерализм Основный его идейный конкурент, Советский Союз, раскололся на 15 отдельных государств, каждая из которых отчаянно старалась усвоить экономические, политические и социальные реформы В течение 1990-х годов два измерения либерального миропорядка, международная и внутренняя политика, становились все более взаимосвязанными Само провозглашенное международное сообщество работало через такие институты, как ЕС, чтобы сделать страны более либеральными изнутри Либеральный порядок и его различные аспекты – важный контекст для понимания политики Кремля Этим летом в интервью Financial Times, о котором много говорили, Путин решительно выступил против того, что он назвал либеральной идеей В нем он рассказывает о проигравших в процессе глобализации и растущем недовольстве избирателей в Европе и США Он говорит, что мультикультурализм отыграл свою роль и что либерализм зашел слишком далеко Либеральная идея изжила себя, заключил Путин В интервью Financial Times Путин представляет себя ответственной и стабильной стороной в международной торговле, финансах и гонке вооружений Официальная линия Кремля заключается в том, что ООН и международные правила, а также, в частности, принцип суверенитета, должны быть ядром международного сотрудничества Учитывая войну на Украине, у Кремля здесь возникает проблема с легитимностью, но у либеральных государств она тоже есть Как внутри страны, так и за рубежом Путин стремится позиционировать себя как защитника стабильности В интервью он упоминает, среди прочего, отмену США договора РСМД По крайней мере, во времена Холодной войны были какие-то правила, которым все более или менее пытались следовать Если сравнить Россию и США при нынешней администрации, мы увидим, что США представляет собой большую угрозу либеральному миропорядку Одна из причин этого, конечно, то, что США гораздо мощнее, как в военном, так и в экономическом и политическом смыслах Когда администрация Трампа нарушает старые договоренности, например, по торговле, последствия этого гораздо больше Но путинская политика также полна парадоксов Он говорит об уважении к образу жизни и способу управления в других странах Но в то же время Кремль постоянно ужесточает представление о том, каков должен быть правильный образ жизни в России Суверенитет принадлежит государству, а не народу Как написал российский профессор Сергей Медведев, российское государство регулирует все больше аспектов частной жизни граждан В последние годы логика управления стала более консервативной за счет, например, прав ЛГБТ-меньшинств Антилиберализм Кремля сводится прежде всего к внутренней политике В интервью Путин критикует либеральную элиту других стран Правящие элиты оторвались от народа, сказал он Но у него дома никто так не оторван от народа, как он сам Изображая себя международным популистом, который заботится о людях, он пытается отвлечь внимание от той пропасти, что существует между богатой элитой и рядовыми людьми в его собственной стране Проблемы у него существуют только вовне, в либеральном мире Минда Хольм, научный сотрудник исследовательской группы по внешней политике и дипломатии Норвежского института внешней политики, НУПИ Там она руководит исследовательским проектом, финансируемым Министерством обороны, связанным с изучением национального права в России, Европе и США Она также является соредактором журнала Интернационал Политичс Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ